Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к третьей главе книги пророка Осии. Третья глава очень коротенькая, прозаическая, в сущности представляет собой новый пересказ или разъяснение того, что слегка не систематично, слегка не подряд было рассказано в первой и второй главе. Может быть, на самом деле для понимания книги боговдохновенному редактору следовало поставить вот этот отрывок «Самое начало», но тогда не стыковалось бы с первой главой. Поэтому вот этот кусочек помещен здесь, в этой части текста, перед большими поэтическими проповедями. И здесь пророк говорит, «Господь мне сказал, пойди и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействовавшую. Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, они обращаются к другим богам». Вот, как мы уже говорили, как мы видели во второй главе, собственная биография, собственная драма семейная Осии, когда его жена ему неверна, гуляет направо и налево, и Осия должен, обязан ее выгнать, и не делает этого, потому что любит и жалеет. И вот точно так же сыны Израилевы обращаются к другим богам, предают Бога, и он не изгоняет их, потому что любит. Потому что любит. И вот дальше пророк, по-видимому, опять о своей жизненной ситуации говорит, что он там оплатил долги, выкупил эту свою в очередной раз загулявшую жену из долговой ямы и оставил при себе и сказал, «много дней оставайся у меня и не блуди, не будь с другими, потому что долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, без князя, без жертвы». Вот это долгое пребывание жены в доме пророка, помимо того, что это возможность для Бога говорить к сердцу Израиля, кроме того, это вдруг оказывается символом того, о чем читатель и не догадывается, и не хочет думать. Оказывается, говорит пророк, всякая самостоятельность Израиля будет порушена, порушена. Сыны Израилевы будут оставаться без всего, без царя, без князя, без жертвы, без жертвенника, и только тогда обратятся сыны Израилевы. Вот я отведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и обручу тебя в завет верности, говорилось в предыдущей главе. Здесь о том же самом говорится. Долгое время они будут оставаться отринутыми от своей земли и от храма, и от Бога, от всего. И после этого тогда обратятся. Оказывается, что вот это грядущее, пока только предчувствуемое пророком разрушение, вавилонский плен, до которого еще почти полтора столетия, вот это будет необходимо для того, чтобы сыны Израиля обратились. Что же значит обратиться? Что подразумевает пророк под этим словом? Вот смотрите. И будут искать Господа Бога своего и Давида царя своего. Будут и взыщут Господа Бога своего. Таким образом, будут пытаться узнать Бога, услышать Его, найти Его и найти царя своего Давида, которого Бог поставил пастырем Израиля. И будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Собственно, по-видимому, в такой форме. Здесь в третьей главе пророк говорит о будущем завете, о котором в главе предыдущей было сказано «Обручу тебя мне навек в правде и суде благости и милосердия». Будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Таким образом, речь идет об отношениях между Израилем и Господом Богом, которые подобны предательству, подобны блудодеянию, но они изменятся, изменятся на благоговение перед благостью Божьей. Вот эта надежда на изменение, на другой завет, новый завет, который Бог может заключить, потому что Он по любви своей не изгоняет, не отвергает предающих Его людей. Вот эта надежда удивительная, неожиданная и очень-очень важная для всего дальнейшего текста книги «Осень». Субтитры создавал DimaTorzok